МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А там, глядишь, и сохраним прописку в элите. Но, увы, чудо, которого все нижегородские болельщики ждали, не случилось. Из Грозного материал Ивана Евдокимова. Турнирное положение Волжан даже не заставляло, а обязывало побеждать Терек. Перед этим матчем команда из Грозного не обеспечила себе прописку в элите. Поэтому легкой прогулки под опечным Талалаева гарантировать, естественно, никто не мог. С первых минут Терек завладел инициативой и комфортно обосновался на половине поля Волжана. А вот такие звоночки у ворот Порейка стали нередкими. Первый по-настоящему опасный момент возник у ворот Волги после подачи с фланга. Рыбусь в упор пробивает головой, но Порейка вновь на месте. Ну а вот в этом моменте Адриан Ропотан прорваться к воротам Гадзюры решил любыми способами. Не мастерством футбольным, так мастерством актерским. Трибуны оценили. Ну и практически сразу Терек ответил. И впечатление, что три очка в этом матче нужны только Порейка. А это уже фрагменты второго тайма. После ошибки хозяев в полузащите волжане все-таки создают момент. Терек ответил качественнее, причем с аргентинским подходом. Откуда вижу, оттуда и бью. Этот момент футбольные специалисты, наверное, будут разбирать еще очень долго. Волжане, которые в середине второго тайма уже одной ногой ФНЛ, имеют шанс на 11-метровый. Руку увидели все, но только не судья. Ну а потом началось. Сначала вот этот по-настоящему хамский подкат Колодина. Затем вот такие розыгрыши, которые в несколько касаний оставляли оборону белосиних за бортом. Выводов из этих звоночков подопечные Талалаеву не сделали. Итог, еще один мяч в воротах Волги. С каким-то отчаянием наставник белосиних продолжает гнать команду вперед. И у Минасяна даже получается неплохой удар. Но Терек сильнее. 2-0 и в новейшую футбольную историю Волги вписана новая страница. Впервые наша команда покидает элитный дивизион страны. Визит Волги в Грозный оставил неприятный осадок. Вслед за фиаско основы не попала в пятерку сильнейшая наша молодежка. Дубль играл против грозненцев 9 мая в день победы. Игра едва не началась с пенальти. В первой же атаке показалось, что упасть нижегородцу помогли. Но судья никак не отреагировал на этот эпизод. Терек, в отличие от Волжан, очень долго собирался и раскочегарился только во второй половине первого тайма. Вот такие комбинации стали получаться у хозяев. Гости тоже не робели. Евгений Козлов вот так закатил мяч в домик защитника, а вот дальше уже не хватило точности. К концу первого игрового отрезка грозненцы вовсю начали хозяйничать в штрафной Волге. В результате чего они и смогли открыть счет. Во втором тайме хозяева стали играть попроще, отдавая точные передачи своему форварду. Причем снабжали нападающего мячом регулярно и верхом, и низом. Волжане огрызались вот такими дальними ударами, такими вот контратаками. Ну и фирменными штрафными ударами в исполнении Петрова. Но даже они не помогли. Терек с минимальным счетом и здесь праздновал победу. В канун Дня Великой Победы и перед своим отлетом в Грозный на решающий матч Белосинии, причем сразу обоими составами и основным, и молодежным, а также в сопровождении болельщиков, возложили цветы к вечному огню в Нижегородском Кремле и почтили память погибших в боях за родину минуты молчания. Я бы хотел поздравить ветеранов и всех россиян с этим великим праздником, Днем Победы. Люди отдали своей жизни, здоровье для того, чтобы защитить нашу страну. И нынешнее молодое поколение должно воспитываться, наверное, именно как раз на этих традициях, на патриотизме, на любви к родине, на любви к родному краю. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие для всех было совсем не обязательным, а именно должен. Каждый в себе чувствовал частичку того, что в этот великий праздник они должны вспомнить о том, что полвека назад наша страна пережила такую трагедию, и постараться сделать так, чтобы такого больше не было. Хотелось бы поздравить всех россиян, вообще всех людей с этим очень большим и великим праздником. Всем ветеранам хотелось бы пожелать самое главное – здоровья, что им, я думаю, очень необходимо. Мы, конечно, помним, чтим и, не знаю, как сказать, даже готовы поклониться и сказать огромное спасибо тем людям, которые действительно воевали и добивались этой победы великой. В майские праздники на хорошо уже нам знакомом стадионе «Строитель» состоялся всероссийский турнир памяти первого директора с дюшор номер 8, заслуженного работника физической культуры и спорта Российской Федерации Семена Михайловича Гурвица. На поляне соревновались 8 команд – это мальчишки 2005 года рождения. Юные волжане оказались в группе А вместе с Казанским Рубином, Нижегородским Сорумом и Ярославским Шинником. Белосиние заняли второе место в группе и сразились в полуфинале с лидером группы Б – Дюш-Эн-Эн. Нижегородцы из Волги оказались сильнее своих земляков, причем все решилось в футбольной лотереи в серии пенальти. Ну а далее ребят ждал финал против Грозного Рубина, который был первым в группе А и без труда тоже обыграл своих земляков из группы Б – Рубина-2. Финал оказался очень интересным. С обилием моментов и голов итоговый счет 4-2 в пользу гостей. Отмечу, что в число лауреатов турнира вошли юные волжане Глеб Краснов, он признан лучшим защитником, и Максим Бондарев, его признали лучшим полузащитником. На ножах из Сурмова, из Дюшсова пришлось нам сражаться со своими. Ну там где-то фортуна на нашей стороне оказалась, мы прошли финал. Откровенно не хватает, можно сказать, скамеечки. Где-то тренер не доработал, где-то чуть-чуть фарта, еще чего-то не подхватило. Ну, как говорится, побеждает сильнейший, значит на данный момент Рубин сильнее. И в этом же турнире, в другой возрастной категории, 2004 года рождения, участвовала еще одна команда Волги. Кроме нижегородцев здесь соревновались мальчишки из Чувашии, Мордовии, Кирова и Ростова-Великого. Репортаж Ивана Евдокимова. Пожалуй, в самом принципиальном для себя матче, в своеобразном дерби против футбольного клуба Нижний Новгород, совсем юные волжане выиграли. Но горожане уже обеспечили себе первое место, а вот белосиним предстояло поспорить за бронзу с саранской Мордовией. В первом тайме команды создали несколько опасных моментов, но вот отличиться юным футболистам так и не удалось. Второй тайм был куда результативнее, и саранцы счет открыли первыми. Правда, вот мяч влетел курьезный. Волга быстро прибрала инициативу к рукам и вынудила гостей фалить. Один из таких моментов закончился штрафным и потрясающим по красоте голым хозяем. Ничья на табло сохранялась практически до финального свистка, но за три минуты Мордовия выходит вперед. Итоговый счет 2-1 в пользу команды из Саранской. Наши мальчишки, к сожалению, лишь четвертые. К сожалению, вот за три минуты до конца пропустили гол и остались без медалей. Но в целом провалили одну игру, так считаю, вчера. Остальные сыграли на достойном уровне. Сегодня даже победителя обыграли? Сегодня, да, обыграли Нижний Новгород. Для нас принципиальная всегда игра у нас. Дерби своеобразная. Но, к сожалению, призы не попали. Будем работать. Ну и напоследок еще об одном турнире. На минувшей неделе прошло празднование не только Дня Победы, но и Дня Футбола и Дружбы. Есть такое целое международное движение. Наш город, наш футбольный клуб Волга не могли остаться в стороне. Как правило, в этот день проходят товарищеский матч среди детских команд и мастер-классы профессиональных футболистов. В Нижнем Новгороде традициям изменять не стали. В столице Приволжья был и детский турнир, и мастер-классы от Дмитрия Полянина и Александра Шуленина. Хотел бы пожелать, ребят, вам самое главное, это прежде всего любить футбол, заниматься и относиться к этому добросовестно. Потому что если вы выбрали такой спорт, это как-то должно быть на всю жизнь. Пришел в гости к ребятам и молодой волжанин Александр Волков. Саша стал участником международного детского социального проекта «Футбол для дружбы». И он посетит матч финала Лиги чемпионов. Мы тебя все поздравляем от лица всех футболистов в Волге. Что тебе пожелать еще? Желаем тебе трудолюбия футбольного, так говорится. На одном таланте, в футбол не играют, прикладать столько труд. Как говорится, трудись и все у тебя будет хорошо. Спасибо, ребят. В премьер-лиге, по крайней мере, для Волги все понятно. У нижегородцев остался один матч. Это домашняя игра против Урал. Думаю, необходимо прийти на стадион и поддержать родную команду. Результат здесь уже не важен. Главное сказать друг другу спасибо за эти замечательные сезоны. Вы видите за эти сорванные голоса болельщиков. Ну а мы с вами увидимся на футболе. Играйте в эту замечательную игру. Болейте за Волгу. Смотрите программу «Волга Тайм». Смотрите программу «Волга Тайм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова